Добрый вечер, дорогие друзья. Так, я думаю, сейчас меня снова должно быть слышно, да, потому что я уже вижу, что нетерпение такое, когда же мы начинаем. Итак, меня зовут Кирилл Лицехович. Я вижу плюсики, меня хорошо слышно, благодарю вас. Итак, сегодня у нас одна из самых нераскрытых тем до этого момента это социальные сети. Потому что до этого момента не было подробно, естественно, это освещено. Это довольно-таки неизведанная тема. И до сих пор вокруг соцсетей довольно много тайн, загадок, а вот ответов, как это правильно и грамотно использовать, до сих пор как таковых нет. И сегодня один из тех дней, когда информацию, что вы получите, вам необходимо взять за основу. Поэтому я вам очень рекомендую, представьте, что вы просто чистый лист бумаги, да, который нужно снова начинать записывать в него, ввести все записи. Тема будет в основном посвящена Facebook. И я объясню, с чем это связано. Потому что Facebook, он наилучшим образом, скажем так, интегрируется, то есть совпадает, совмещается с другими сервисами. Поэтому мы используем именно Facebook как основу. Хотя стратегии, о которых вы узнаете, да, и информацию базовую, ее можно применять в любых соцсетях. Итак, сегодняшнюю школу у нас проведет девушка, которая, скажу честно, является моим гидом. Именно у нее я учусь, как нужно правильно развивать бизнес в социальных сетях, как нужно использовать Facebook, как нужно заполнять профили, создавать страницы и так далее. То есть именно она, скажем так, помогает в развитии соцсетей. Поэтому я вам рекомендую быть очень внимательными сегодня. Пишите все, что можете, потому что потом вам эти записи пригодятся для того, чтобы вы могли по новой их заново пройти. Поэтому, друзья, я рекомендую вам, пишите все, слушайте внимательно, отключите мобильный телефон, закройте дверь, скажите, чтобы вам домашние не мешали, потому что эта информация, она будет все равно, что основой для вашего ведения бизнеса в социальных сетях и конкретно Facebook. Итак, дорогие друзья, мы начинаем. Ну а я передаю микрофон Инне Хан. Инна, пожалуйста. Спасибо, Кирилл, огромное. Вау, у нас сегодня много людей. Это очень-очень радует, потому что сегодня социальная сеть, как Facebook, затрагивает огромное количество людей, и все больше и больше вижу, что люди ведут очень неправильную стратегию в этой соцсети. И поэтому я очень рада, что сегодня так много людей, и я смогу донести свои знания и свой опыт именно до огромного количества людей. Итак, привет, друзья. Еще раз скажу, что я очень рада вас здесь всех видеть. Меня зовут Инна Хан, и сегодня у нас очень интересная тема – это Facebook. Почему Facebook и кому нужен, и с чем его едят. Сейчас переключу слайд. Значит, перед тем, как мы начнем, позвольте вам кое-что показать. Я уверена вам, это очень-очень понравится. Давайте зайдем на такой сайт, как alexa.com и посмотрим на топ-10 сайтов мира. И что мы тут обнаружим? Да, Facebook занимает второе место в мировом интернете, но это еще цветочки. Теперь давайте введем для примера в сайт Alexa мой блог и кликнем такую ссылку «Click Streams». И что мы видим? Вот тут уже начинаются ягодки. На этом слайде мы видим, где посетители были до того, как пришли на мой блог. И более 40% посетителей приходят откуда? Да-да, именно с Facebook. А теперь давайте посмотрим, после того, как народ побывал на моем блоге, куда он возвращается. Более 33% людей возвращаются куда? Да-да, на Facebook. Правильно. Но окей, это только мой блог. А теперь давайте посмотрим на топ-сайты мира, как Google и YouTube. Окей. Значит, Google, более 4,5% посетителей приходят именно с Facebook. Для мультимиллионной аудитории 4% – это вообще сказка. Не зря сегодня Google дрожит от одного слова, как Facebook. И куда же идет народ после того, как посетил Google? У кого-нибудь есть догадки? Более 4% людей, посетив Google, возвращаются на Facebook. Давайте теперь рассмотрим YouTube. Значит, YouTube – это вообще первое место, откуда приходят посетители – это Facebook. 12,5% – это вообще просто вау. Если вы хотя бы чуть-чуть имеете представление, сколько людей ежедневно посещает YouTube. Если быть точнее, это 400 миллионов людей ежедневно. Из них 12,5% приходят именно с Facebook. 12% – от 400 миллионов. Как вам такая статистика? Надеюсь, теперь у вас есть картинка в голове, что Facebook – это будущее нашей индустрии. По крайней мере, для того, кто предпринят правильную стратегию. Потому что половина людей, если не большая часть, сидящих в соцсетях, думающих, что они занимаются бизнесом, просто хоронят свой бизнес, даже не начиная его. О чем это я? Угадайте, что делает 97% сетевиков или так называемых интернет-предпринимателей, когда они узнают про существование соцсетей? Вы скажете, спамят? Да нет, боже упаси, ну что ж вы так сразу? Дело в том, что они так спешат поделиться своим бизнесом, своим бизнес-предложением, что не дай боже, кто-то раньше вас это сделает. В прямом смысле слова, вы так восхищены идеей интернет-заработка. И да, вашей компанией можно заработать 1000 долларов за 2 дня. И, наконец-то, это не пирамида. Но представьте такую ситуацию. Вы идете по улице, красивая и теплая погода, у вас романтическое настроение. И тут ниоткуда не возьмись в прямом смысле слова. Появляется перед вами человек, весь на эмоциях, глаза горят, и он кричит вам, что иди туда и заработай 1000 долларов за 2 дня. Иди сейчас и не упасти эту возможность. Какая будет ваша реакция? Возможно, услышав это впервые, вы согласитесь и пойдете чисто ради интереса узнать и посмотреть, что это такое. Теперь представьте, по дороге вам попадается еще человек, хотя бы 20, точно таких же, эмоциональных, с горящими глазами, которые говорят вам в этот раз, что нет, иди туда, там вообще за полчаса можно заработать 2000 долларов. Поверьте мне, после того, как вы встретите третьего такого человека, вы уже сами будете готовы заплатить ему деньги, чтобы он вас больше не трогал. Именно по этой причине такой вид рекламы называется спам. Но к нему мы еще вернемся, так как есть другой вид спама, о котором вы, возможно, не догадывались. Значит, перед тем, как... Давайте вернемся к Facebook. Теперь мы знаем, что Facebook занимает второе место в мировом интернете. Поэтому мы там еще все успешно зарегистрировались. И теперь перед тем, как строить грандиозные планы по поводу того, как вы разовьете свой бизнес до снукшпательных высот, остановитесь, наберите полную грудь с воздуха и медленно выдохните. Успокойтесь. Теперь посмотрите на свой аккаунт. Перед тем, как продвигать что-то, посмотрите на одежку. Хоть и провожают по уму, но у вас только один шанс в социальной сети произвести впечатление. Итак, первое, на что вы должны обратить внимание, это ваша фотография. Если вы хотите зарабатывать топ-чеки вашей компании, вы должны стать лидером, ментором, наставником для сотен и даже тысячи людей. Теперь хорошая новость. С соцсетями это вполне возможно. Но если ваша фотография соответствует вышесказанному, скажите, будет ли наставник вставлять в свой профайл фото с бабочкой или цветочком? Будет ли настоящий лидер вести свой аккаунт вообще без фотографии? Или еще лучше, с каким-нибудь животным? Наверное, нет. Так вот, кто хочет денег? Наверное, многие. Так вот, станьте привлекательными не только для людей, но и для денег. Если надо, то сходите в фотоателье и сделайте качественную фотографию на ваш аккаунт. Как на ваш сайт, так и на скайп и в любое место, где вы должны просто вставить вашу фотографию. Значит, посмотрите на фото мировых лидеров. Какие у них фотографии? Они сидят или полулежа пьют пиво? Нет. Похоже, они... Смотрите на эти фото. На фото этих людей. От них просто пахнет деньгами. Марк Зуберг, создатель Facebook. Его собственный капитал сегодня составляет более 4 миллиардов долларов. Посмотрите на его фотографию. Вы бы хотели идти за таким человеком. Посмотрите на фотографию Энтони Робинс. Сегодняшний его капитал составляет более 400 миллионов долларов. И посмотрите на его фотографию. Вы бы хотели идти за таким человеком? Вы бы хотели обучаться у такого человека? Так вот, сделайте такую фотографию наподобие лидеров. То есть вы должны стать в голове уже сегодня лидером, стремитесь делать правильные вещи с самого начала. Окей, с фото мы разобрелись, но не спешите набирать воздух в грудь, остановитесь, оставайтесь расслаблены, спокойно. Наш следующий шаг, увидев вашу фотографию, что человек идет смотреть дальше, кто вы такой и откуда вы упали ему на голову. Поэтому следующий наш шаг, мы заполняем информацию о себе. Здесь хочу остановить ваше внимание на нескольких моментах. Никогда и ни при каких условиях, конечно, если вы не любите спорить, не затрагивайте две темы. Эти две темы, они очень щекотливы, и у каждого человека есть свое мнение и свои убеждения, с которыми он вырос или они ему были навязаны. Так вот, первая тема – это религия, и вторая тема – это политика. У вас в графе там будут оба эти разделы, и я рекомендую их оставить пустыми. Помимо этого, когда в будущем вы будете общаться с людьми, то уберегите себя от этих двух тем. Иначе может завязаться спор, а это приведет к негативной реакции. Иногда негатив, он может нам помочь, но я поделюсь с вами этими секретами чуть позже. Но эти две темы могут обернуть людей против вас. Я говорю вам это с личного опыта. У меня был случай, мне понравилось одно высказывание, которое было сказано более ста лет назад. Но в этом высказывании промелькнула одна строчка, на которую я не обратила внимания. И в итоге эта строчка разожгла бурю эмоций у одного очень милого человека. Я озвучу вам эту строчку только для того, чтобы вы поняли, что у каждого человека есть свое мнение, своя вера, свои убеждения. И незначимая какая-то цитата может разрушить даже дружбу. Значит, вот слайд загрузился. То есть вы можете видеть всю цитату целиком. И вот эта жирная строчка «Религия как наука о грехе» способствовала распространению греха. Вот это выделенное предложение, возможно, и у вас вызовет бурные эмоции. Мне оно стоило дружбы с одним очень приятным человеком. Поэтому поймите, здесь и сейчас лучше святое не трогать. А религия и политика относятся именно к этой категории. Окей, идем дальше. Дальше у вас будет раздел о себе. Вот тут вы напишите, кто вы такой, что вы из себя представляете. Я часто вижу профайлы людей, они пишут чуток о себе и потом расписывают в компании, в которой работают. И вдобавок пишут, что вы ищете новых партнеров для бизнеса и так далее и тому подобное. В принципе, вы можете это делать. Я этого не делаю, так как мировые лидеры этого не делают. И я, как и они, придерживаюсь стратегии, что люди должны следовать за мной. И я уже сегодня не беру в бизнес всех сподряд. Я создала специальную рассылку, чтобы отсеять нецелевую аудиторию. Потому что развивать бизнес, чтобы развивать бизнес только с потенциальными лидерами. В принципе, рекомендую вам придерживаться этой стратегии. Ну, конечно, это дело каждого. Ну, а мы идем дальше. Значит, дальше. Это ваши интересы и увлечения. Обращу на этот пункт ваше внимание. Заполните сюда как можно больше ваших увлечений и интересов. Так как потом вас проще будет найти другим людям. Чем больше вы напишете о себе, тем больше вас Facebook представит другим пользователям и с такими же интересами. Так что не упустите вот этот момент и заполните как можно больше ваших интересов. И теперь самое важное – это то место, куда вы будете вписывать свои любимые ссылочки, которые вам так сильно хочется показать всему миру. Но вы их вписываете не просто, а рядом с ссылками вы приписываете описание того, что случится с человеком, если он кликнет на эту ссылку. Например, вы пишете ссылку на ваш сайт, а рядом приписку «Одам миллион в хорошие руки». Либо вы пишете ссылку на ваш блог и приписываете. Только попробуйте сюда кликнуть, и вы больше никогда не будете банкротом. Так что смотрите, куда кликайте. Осторожно, я вас предупреждал. Заманчиво, не так ли? Конечно, я тут написала все в шутливой форме. Но призывайте человека кликнуть на вашу ссылку. Но не уговаривайте его и ни в коем случае не навязывайте. Либо просто напишите ссылку и описание к ней, типа «MLМ рассылка для чайников», либо «Блог для успешных людей». Но не пишите, кликни сюда и узнай, как заработать тысячу баксов за два дня. Это уже уговоры. Надеюсь, вы видите эту тонкую нить в словах. Если нет, то изучайте копирайтинг. О нем я сейчас рассказывать не буду, так как, может, как-нибудь в другой раз. Ну вот, вроде все заполнили, и вроде уже как можно идти и рыть золотую нишу. Но есть еще один момент. Так что расслабьтесь и зайдите в ваш аккаунт, настройки аккаунта. И здесь, как профессионалу, вам нужно отредактировать имя пользователя, чтобы вместо цифр отображалось ваше имя. Так, сейчас слайд загрузится. Значит, пусть вас знают в лицо и по имени, нежели по логотипу и по цифрам. Теперь я часто встречаю на Facebook, и меня это немного удивляет, это конфиденциальность. То есть народ пришел в Facebook в поиске партнеров, а свой аккаунт делает только видимым для друзей. Немного нелогично, как вы думаете? Смотрите, допустим, я ваш потенциальный партнер. То есть я нахожусь в поиске, я увидела ваш комментарий на, допустим, блоге у своего друга, и кликаю на вашу фотографию, чтобы узнать о вас больше информации. И паблом. Как только после того, я могу получить о вас больше информации только после того, как я стану другом. Ну да, вероятно, я, может, и стану вашим другом. Но если вас ищет новичок в надежде, что вы его целевая аудитория, и заходит в профайл, а там ничего нет, только после дружбы, то этот человек наверняка уйдет, так и не добавив вас в друзья. Да, он, может, и пришел с надеждой пригласить вас в свой бизнес, но вполне может оказаться, что он сам может стать вашим партнером. Поэтому сделайте ваши аккаунты видимыми для всех. Ну а теперь, когда наш аккаунт создан, я вас поздравляю, и можно переходить к набору друзей. Итак, как правильно добавлять друзей, чтобы не оказаться в черном списке Facebook? Первое, с чем вы столкнетесь, это то, что Facebook сам предложит вам пригласить друзей, всех, кто у вас находится в вашем почтовом ящике. Это очень экономит время, и вы за раз можете пригласить всех, кто у вас находится в почтовом ящике, и вас никто за это не забанит. Именно поэтому сегодня все или большинство используют этот метод. Но я вам сейчас расскажу первую фишку, которая может сильно повлиять на вашу репетацию. Я некорекомендую пока что использовать этот метод. Перед тем, как вводить свой email, зайдите на свой ящик и посмотрите, кто у вас вообще там находится. Поверьте мне, вы будете так удивлены. Да, проверять email может оказаться очень долго. Но смотрите, что я обнаружила. Так как мы никогда не смотрим, кто там, и чьими email'ами мы пополняем наш ящик, поверьте мне, там столько много хлама. Я недавно обнаружила, решив провести тест и посмотреть, что у меня вообще там творится в ящике, так вот, что я обнаружила. email'ы нотариусов, посольств, различных государственных учреждений. Каким-то образом были email'ы социальной помощи и в моем почтовом ящике, и бог знает чего еще. Несмотря на то, что еще больше половины это были иностранцы. Да, то есть как бы для меня они вообще сейчас не целевая аудитория. Так как, значит, вот таких людей мне бы не хотелось видеть среди своих друзей на Facebook, так как цель пребывания на Facebook – развить дружеские доверительные отношения с целевой аудиторией. А представьте, если у вас там email'ы налоговых служб, или еще бог знает кого. Так что спешить тут не нужно. Лучше потратить час, но пересмотреть все email-адреса перед тем, как высылать приглашение и присоединиться к вам на Facebook. Также среди своих адресов я нашла несколько людей, с кем мне бы вообще в корне не хотелось общаться. Это дальние знакомые, некоторые одноклассники, которые не являются сторонниками MLM-индустрии, а точнее полная их противоположность. Это люди, которые не упустят момента, чтобы напокостить и унизить вас при любой возможности. И представьте, вы еще не зарабатываете достаточно денег, чтобы закрыть им рот, но они получили от вас письмо с приглашением присоединиться к Facebook. Они присоединяются и читают о вас информацию, где вы позиционируете успех. И тут ваш друг, в кавычках, конечно, начинает над вами издеваться в прямом смысле этого слова. И начинает писать и сливать весь негатив у вас на стене. И все ваши друзья могут наблюдать эту картину. И в итоге ваша репутация, она может быть, ну, нехило подпачкана. Хорошо, если вы заметили такого негативного человека, заблокировали его и удалили сразу все сообщения. А теперь представьте, вы выслали приглашение всем, а сами уехали на выходные на шашлыки. И один или еще лучше два негативных человека нашли друг друга у вас на Facebook. И у них есть теперь целый день поливать всю индустрию и вас грязью. Конечно, тем самым негативный человек только показывает свою неграмотность. Но это несет и свою негативную роль для вас. Поэтому, во-первых, если вы новичок в этой индустрии, вы наверняка еще не так сильны, чтобы бороться с негативом. Поэтому лучше с первых дней делайте все основательно и продуманно, так как делают это мировые лидеры. Мировые лидеры перед тем, как предпринять какое-то действие, задаются вопросом, как это повлияет на мой бизнес, как это повлияет на мою жизнь и на мое здоровье. А как негативный человек может повлиять на ваш бизнес, личную жизнь и здоровье? Ответ только негативно. По крайней мере, пока вы не стали сильным и уверенным в себе. Что я имею в виду? Я, как и вы, была там, где большинство из вас сегодня находится. И с негативом я очень не дружила. И реагировала на него очень четко эмоционально. Но раскрою вам секрет. Чтобы быть сильнее, нужно расти. И есть, то есть, поднимать свою ценность. Чтобы, как тут правильно сказать, только знаниями и позже личным опытом вы заглушите любой негатив, который будет направлен в ваш адрес. Позвольте рассказать вам одну историю, которая случилась со мной пару недель назад. Один молодой человек пару недель назад привел мне тонны трафика и подписчиков благодаря сплошному негативу, который он пытался вылить на меня. Если этот человек сейчас находится здесь, то огромное вам спасибо. Из этических данных не буду упоминать его имя. Так вот, несколько недель назад я открыла свою группу на Facebook. И пригласила туда всех своих друзей, чтобы все, у кого есть желание, могли делиться полезной информацией, которая могла бы помочь другим людям добиться каких-то определенных успехов. Единственная просьба у этой группы – это, угадайте что, не спамить. И знаете, что произошло? Народ, он стал активно подключаться, делиться классными статьями, мыслями. И вдруг появилась та самая «Заработай миллион без вложений» ссылка. Я не говорю, что нельзя заработать в той компании или что это какой-то лохотрон. Нет, но навязывая, как я уже говорила раньше, ссылку, то есть давая ее просто налево-направо, это есть прямая реклама. Это является спамом. Вот скажите прямо сейчас, напишите мне в чат, вы любите получать такие ссылки? Напишите в чат, любите, не любите, плюс-минус. Сейчас вижу, не любите, да? Вот и я не люблю. Именно по этой причине я удалила их. И молодой человек, он не сдался и повторил попытку републиковать эту ссылку еще три раза. Я их с таким же успехом удалила. После четвертого раза нервишки у дяденьки не выдержали, и он решил написать мне. Как в личку, так и на стене группы, то есть публично, да? Человек очень талантливый и умеет хамить, ну вообще просто прелесть. И смысл его негатива был, почему я удаляю ссылки, а об этом ему не рассказываю, ну не сообщаю. Я ответила очень красиво, что его ссылки являются прямой рекламой. А у меня одно единственное правило, это без спама. И если он хочет прорекламировать свой бизнес, то делать это нужно профессионально. То есть напишите статью, чем вы занимаетесь, что вы познакомились с каким-то бизнесом, получили какие-то результаты, либо узнали что-то там суперклассное. Напишите об этом статью, и потом вот эту ссылку публикуйте. И именно эту ссылку я пропущу с огромной радостью, так как это уже будет полезная информация, это будет ваш личный опыт. Вот. Ему мой ответ, естественно, не понравился, и он ответил еще порцией негатива, где сказал там такую фразу, что заработайте с сыном через полгода, либо через год, и упомянул слово блог. Так как я понимаю, что он за человек, а про некоторых людей говорят, что лучше их не трогать, чтобы не пахло, я ему просто послала улыбку. На что он еще вылил порцию негатива, тут же подключились другие ребята, и беседа продолжалась очень активно. Но что мне от этого? Дело в том, что этот негатив и все вот эти комментарии могли увидеть мои друзья, все члены группы, друзья этого дяденьки, и все друзья тех, кто активно комментировал. И что произошло? Так как он упомянул в своих комментариях мой блог, и так как беседа в принципе шла обо мне, это вызвало у людей интерес. На Facebook, зайдя на мой аккаунт, можно найти ссылку на мой блог. Так вот, за три дня переписки этого негатива в мой адрес привело мне почти сотню посетителей с Facebook на мой блог, а на блоге у меня есть форма подписки, где желающие могли подписаться на мою рассылку. Помимо этого, за три дня у меня был такой активный прирост запросов добавления людей в друзья, это было вообще что-то. Поэтому инвестируйте в себя, в свои знания и оставайтесь сильной личностью, даже если вы еще совсем-совсем новичок. Окей, тогда перед тем, как использовать функцию ML, лучше проверьте ваш ящик и все ML, находящиеся в них. Окей, то же самое касается скайпа. Перед тем, как отправить запрос по скайпу, проверьте ваших скайпщиков. Все ли желающие, желательные люди, вы хотите их видеть у себя на Facebook. Теперь, проделав рутинную работу, я покажу вам несколько способов, как находить правильных друзей, но перед этим есть очень-очень важный момент, который вам просто необходимо усвоить. И, боже мой, это опять целевая аудитория. Да-да, дорогие мои, давайте с самого первого дня окружать себя единомышленниками и теми, кто является целевой аудиторией. Теперь раскрою вам следующий секрет. Я думала долго, раскрывать его или нет, но так как я желаю каждому из вас добиться огромных высот, мне для вас ничего не жалко. Итак, целевая аудитория. Все слышат эти слова и все знают вроде, что это значит, но как доходит до дела, там такой кошмар. То, что я вам сейчас покажу, лучше вы сразу запишите, так как это не только поможет вам определить целевую аудиторию, но и даст вам примерный план работы на будущее. Несколько идей, что вы можете писать в вашей статье или заметке, и что в будущем вас продвинет как эксперта. Итак, задайте себе вопрос, каким бизнесом вы занимаетесь, какие сферы он затрагивает. Например, бизнес, здоровье, красоты, финансы, путешествия и так далее. Потом возьмите этот лист бумаги и начинайте описывать, кому ваш бизнес или продукт может быть интересен. Например, люди, заинтересованные и ищущие информацию о вашем бизнесе. Целевая аудитория. Целевая. Люди, ищущие возможности дополнительного заработка. Целевая аудитория. Целевая. Дистрибьюторы других компаний, которые покинули свои проекты. То же самое. Люди, желающие остановить процесс старения. Если вы развиваете бизнес с продуктами для омоложения, для красоты, это ваша целевая аудитория. Проблемы с костями, суставами, артрит, подагра, степороз и так далее. Если вы работаете в сфере здоровья, это ваша целевая аудитория. Надеюсь, вы уловили здесь саму идею. Так вот, помимо того, что перед вами теперь есть тот самый список целевой аудитории, так у вас теперь еще есть и план, и идея, о чем вы можете писать в вашей статье. Мне сегодня часто пишут, ну а что мне написать очередную статью? У вас бы не было такого вопроса, если бы у вас был вот этот список перед вами. Окей, целевую аудиторию мы определили. Идем дальше. Опять же, в разделе «Друзья» Facebook вам предложит добавить людей, которых вы, возможно, знаете. Это вам может сэкономить время, но я все же рекомендую перед тем, как добавить человека в «Друзья», открыть его профайл и почитать о нем. И только потом добавлять в «Друзья». Отправив запрос в «Друзья», напишите человеку небольшое сообщение. Ну вот, типа того. «Привет, Вася Пупкин. Я вижу, ты интересуешься боксом и гольфом. Я обожаю этот вид спорта. Майк Тайсон и Тайгер Вудс – мои любимые ребята. Приятно общаться с единомышленниками». Вот это то, что в таком случае 99% людей добавят вас в свои друзья. И теперь самое время обсудить критическую ошибку, которая похоронит ваш бизнес. Посылая сообщение еще даже не совсем другу, ни в коем случае и ни при каких условиях не посылайте человеку ссылку. Это самая большая глупость, которую я наблюдаю сегодня. Вы отправляете запрос познакомиться с человеком и уже приглашаете его к себе на блог, в рассылку или заняться бизнесом. Делая это, вы освобождаете рынок для меня. Шутка. Отправляя запрос «Друзья», вы пишете только то, что вы хотите дружить. Никаких упоминаний, каким бизнесом вы занимаетесь или какой блог вы ведете, и в поминки не должно быть. Иначе вас либо пошлют, либо добавят в друзья, но будет видно, что вы не профессионал, а скорее всего новичок, и вы так жаждете заполучить этого человека в партнере, и в итоге вы сами можете оказаться партнером. Поймите одно, человек читает ваше сообщение, и вы его уже куда-то зовете. Тогда то, что он видит перед собой, будет нести примерно такой текст. «Дорогой друг, я настолько большой неудачник, и я так нуждаюсь в тебе и в твоих деньгах, пожалуйста, кликни на ссылку и присоединись ко мне. Я такой банкрот, и ты моя последняя надежда, пожалуйста, кликни на ссылку». Вы бы кликнули? Вы бы присоединились в бизнес к такому человеку? Или вам интересно было бы заходить на его блог? Не думаю. Так как вы не выглядите в глазах этого человека, который может вести за собой. Поэтому, ребята, это гиблое дело. Статистика показывает, что те, кто присоединяются в друзья и сразу предлагают заработок, как правило, кричат о том, что у них нет денег. Поэтому позвольте вам помочь и рассказать небольшой секрет. «Развивая бизнес в социальной сети, вы хороните свой бизнес, еще не начав его». Так как придя в социальную сеть, люди вас еще не знают, они вам не доверяют, а вы приходите и сразу предлагаете бизнес-предложение. Это непрофессионально. Даже если ваш блог занимает топ-10 самых посещаемых блогов в мире, это будет выглядеть раздражительно. И что самое главное, это не работает. Это, кстати, точно так же относится к тому, когда человек принял ваше предложение о дружбе, и вы бежите и пишите на его шестене в честь нашего знакомства, я приглашаю вас на свой блог, на свой сайт, приглашаю заработать денег. Это точно такая же чушь. Вы просто хороните свой бизнес, свою репутацию, свой бренд и все остальное. Хотите освободить рынок для профессионалов, тогда продолжайте в этом же духе. Мы только рады. Смотрите, человек одобрил ваш запрос в добавлении в друзья, и теперь можно и нужно идти и оставить сообщение у него на стене. Но не приглашение в честь дружбы, а сообщение. Напишите, что вы рады видеть среди друзей интересных людей, и что как было бы классно окружить себя тысячами людей по всему миру из единомышленников с похожими целями, делиться опытом и идеями, которые помогут улучшить качество жизни миллионов людей. Смотрите, такое сообщение, оно вызывает интерес и, вероятно, комментарии, которые увидят его друзья и друзья тех, кто будет участвовать в комментировании. Вы написали что-то, что задело интересы других. Они 100% кликнут на ваш профайл, чтобы почитать о вас. А там есть, угадайте что, все о вас и ваши ссылки, и есть все ваши сайты с призывом на что? На клик. Помните первую часть нашего вебинара? Окей. Вы теперь поняли, возможно, свои ошибки. Надеюсь на это. Окей, тогда идем дальше. Теперь Facebook вроде бы уже нам все предложил, а друзей-то нам хочется. Но ведь кто попал и нам не нужен, так где нам искать целевую аудиторию и целевых друзей? Ответ – это тематические группы. Активно вступаем в тематические группы, смотрим на участников, открываем их профайлы, читаем о них, пишем сообщения. Пишем, например, «Привет, Маша, я нашла тебя в Facebook в группе про MLM, и мне хотелось бы с тобой дружить». Тот же процесс. Теперь внимание, очень важный момент. Чтобы не оказаться в черном списке у Facebook, и чтобы ваш аккаунт не забанили, не пишите одно и то же сообщение. Всем сподряд. Я знаю, что сегодня некоторые рекомендуют во имя экономии времени сделать пару шаблонов приветствия и потом отсылать. Ну что ж, секрет номер три. Однотипные сообщения в Facebook воспринимаются как спам. Так что лучше потратьте пару минут, но напишите личное сообщение, которое будет уникальным. И теперь насчет экономии я вам скажу, что поначалу вы будете тратить по пару часов в день. После того, как вы наладите автоматизацию, о которой я расскажу вам через пару минут, вам не придется вообще проситься в друзья. Люди сами пойдут к вам. Следующий метод поиска – это комментарии. Откройте стену вашего друга и посмотрите, кто что пишет. Возможно, у кого-то вы заметите интересный комментарий. И тогда кликайте на фото человека, открывайте его профайл, читайте, отправляйте запрос, пишите сообщение. Обратите внимание, что опять здесь играет важную роль конфиденциальность. То есть вы кликаете на фотографию, а там профайл доступен только для друзей. То есть возможно будет даже совсем не целевая аудитория. Поэтому уже сегодня я рекомендую вам сделать ваши аккаунты доступные для всех. Также не забывайте комментировать сами. Когда вы комментируете статус друзей, пишите интересный комментарий. Это вызовет к вам интерес и именно так люди начнут присоединяться к вам. Я до сих пор не понимаю, почему народ боится комментировать. Если вы хотите заявить о себе, показать свою ценность, то возьмите за привычку оставлять за собой след знаний и профессионализма. А сделать вы это можете с помощью комментариев, при чем как на блоге, так и на фейсбук. Теперь внимание. На фейсбук, чтобы не оказаться в списке забаненных, не проявляйте чересчурную активность. Комментируйте несколько сообщений или фотографий, или видео, и потом делайте перерыв. Я на фейсбуке провожу реально около часа активности в сутки. Четыре раза в сутки я захожу на свой аккаунт. Первое, чтобы проверить запросы в друзья. Второе, чтобы прочитать, кто прокомментировал мой статус. Также оставить несколько своих комментариев. Третье, это проверить группу, появился ли там новый спам или интересные статьи, и почитать их, да. Поделиться своим видео или своей статьей. Все. Теперь, почему не стоит на первом этапе сходить с ума от поиска друзей. Так как в первую очередь вам нужно развивать с ними дружбу и доверительные отношения. Посредством комментариев, обновления вашего статуса, своих статей на блоге, полезной информации других авторов, да. То есть делиться не только своим контентом, но и контентом других людей, которые могут оказаться полезны. Если у вас есть 100 друзей, то вы в состоянии видеть их обновления и статусы. Если у вас 5000 друзей, и они тоже имеют по 1000 и 5000 друзей, то ваш статус или сообщение, оно может затеряться и быть незамеченным. Да, потому что каждый будет писать каждую минуту. Это особенно наблюдается в Твиттере. Вы написали сообщение, и через полсекунды еще 10 сообщений упало сверху. Поэтому, когда на начальном этапе у вас еще не так много друзей, вам намного проще развить с ними дружеские отношения. А уже потом люди начнут присоединяться к вам, потому что будут видеть вашу ценность. Так, значит, переходим к следующему моменту. Надеюсь, этот момент вам был ясен. Значит, как автоматизировать Facebook? Во-первых, у вас должен быть блог. Если вы еще не завели блог, то откройте его уже сегодня. Платный, бесплатный – это не так важно. Но блог – это то, что у вас просто обязано быть. Окей, теперь, если у вас блог на платформе WordPress, то установите два плагина. Первый плагин – это Tweet.me.me, и второй – это Facebook Share. Также можете установить социальные кнопки. Для плагина Tweet.me.me у вас должен быть открыт аккаунт на Твиттере. Этот плагин, он автоматически отсылает анонс вашей статьи на Твиттер. Вам не нужно никуда кликать либо тыкать, да? Вы написали вашу новую статью. Как только вы кликнули опубликовать, ваш анонс статьи, он в ту же секунду окажется на Твиттере. Вы спросите, при чем тут Твиттер. Теперь возвращаемся тогда на Facebook и добавляем дополнение Твиттера. Вот по этой ссылке, которую вы видите сейчас на экране. И связываем ваш аккаунт Твиттер и Facebook. Теперь вы написали статью на блог. Она автоматом ушла на Твиттер, а Твиттер отправил ее на Facebook. За считанные секунды. Жизнь прекрасна, и у вас есть время попить кофе. Теперь плагин Facebook Share позволяет вашим читателям делиться вашей статьей на Facebook с другими людьми. Так что написав хороший материал один раз, ваша статья будет гулять по интернету. Опять и опять. Теперь на Facebook у вас будет такое приложение, как «Заметки». Теперь вы можете импортировать все абсолютно ваши статьи с вашего блога Facebook. И каждый раз, написав новую статью, ваша статья автоматом уйдет по RSS в раздел «Заметки». Иногда это приложение немножко глючит на начальном этапе, поэтому если у вас сразу не получится переместить все ваши статьи сразу, то просто попробуйте чуть позже, либо в другой день. Я не знаю, по каким причинам, но один день он работает хорошо, другой день чуть-чуть не очень. Теперь этот метод, он экономит вам время и продвигает вас и ваш бренд даже без вашего участия. Теперь почему так важно иметь блог перед тем, как начинать активно работать с Facebook? Теперь я раскрою вам важный секрет, и если вы его поймете и будете применять, то поверьте, результат придет вам очень-очень быстро. Теперь, когда большинство интернет-предпринимателей слышат слово «социальная сеть», они автоматически думают о продажах. Меня часто спрашивают, как продавать в социальных сетях, или как рекрутировать в соцсетях, или как я могу делать деньги в социальных сетях. И вот сколько денег я пытаюсь сделать в социальных сетях – ноль. Так вот, цель социальных сетей – не делать деньги, а делать друзей. Я делаю деньги ежемесячно, и благодаря соцсетям это один из моих источников. Но я не торгую и уж точно не предлагаю бизнес. Сейчас я вам покажу кое-что. Здесь работает тот же принцип, если бы вы делали бизнес лицом к лицу в реальной жизни. Берем для примера такие сайты, сори, социальные сети, как Twitter, Facebook, YouTube, ВКонтакте, Мой мир, Мир тесен и так далее. Вы можете открыть ваши аккаунты в 20 и более соцсетях. Так вот, я называю все эти социальные сети – это одна большая тусовка, это вечеринка, для кого-то это может быть даже пирушка. Каждый раз, зайдя на одну из этих соцсетей, я буду веселиться, я буду делать то, что я обожаю, я буду шутить, я буду помогать, я буду отдыхать и самое главное – я буду расслабляться. Теперь, каждый раз, приходя на вечеринку, вы постоянно говорите о бизнесе? Вы пришли на вечеринку и никого там не знаете. Подходите к первому встречному и говорите «Привет, я Маша, я занимаюсь сетевым маркетингом, хочешь заработать денег?» Так вот, вы будете самой большой занозой на одном месте в этой вечеринке. Никто не хочет слышать подобного рода, ну, мягко выражаясь, чушь, да? В социальных сетях вы говорите о жизни, о ваших детях, о вечеринках. Будет момент, кто-то вам скажет, я делаю то-то и то-то, мне нужна помощь. Вот тогда вы идете и помогаете этому человеку. В соцсетях вы знакомитесь с людьми, вы общаетесь на человеческие темы, вы становитесь друзьями. Знаете, есть такое выражение – хочешь запороть праздник, пригласи на него сетевика. Так вот, как ни грустно, но не будьте таким сетевиком. Так вот, вот эти соцсети – это одна большая тусовка. Это понятно? Окей, тогда переходим к второй части. Значит, как использовать все соцсети и как вы обязаны использовать соцсети – это через блог. Для меня блог – это мой дом, это то место, где я живу, это то место, где я храню все себе, это то место, где находится большинство моих мыслей, вся необходимая информация, вещи, которые интересуют меня, мои хобби, вещи, которые мне нравится хранить и собирать и так далее. Это мой дом, то есть это мой блог. Теперь, что первое вы видите или на что первое вы обращаете внимание, когда приходите к человеку домой? Это фотографии. Они везде. Люди имеют семейные фотографии, расставленные по всему дому. И здесь абсолютно никакой разницы. Люди декоратируют свой дом так, как они этого хотят. Поэтому поймите опять важность хорошей фотографии. Дальше. Смотрите, я развлекаюсь на этих вечеринках, то есть в соцсетях. Я встречаюсь с замечательных людей, как вы. Что я делаю? Я говорю, эй, Кирилл, почему бы тебе не приехать ко мне в гости на чашечку кофе и узнать, что я из себя представляю? И что происходит? Когда вы приглашены кому-то на шашлыки, например, да, либо вы пригласили кого-то к себе домой. И собравшись в классной обстановке у себя дома, ребята начинают задавать друг другу вопросы. Чем вы занимаетесь? Как вы зарабатываете на жизнь? Какие у вас интересы? И так далее и тому подобное. Вот теперь вы начинаете говорить. Вы говорите, я обучаю людей, как зарабатывать деньги в интернет. И когда я не делаю этого, я занимаюсь сетевым маркетингом. Я продаю какие-то вещи онлайн и обучаю других, как строить бизнес онлайн. Теперь из общения вы понимаете, они заинтересованы или нет. Вы можете встретить человека на Твиттере, на Фейсбук, очень интересного и суперклассного человека. И он вас тоже считает интересным и уникальным. Но то, что вы делаете, может показаться ему нереально скучным. И его не интересует, что вы делаете, но им нравитесь вы как человек. И это супер. Потому что вот что происходит. Вы встретили кого-то на вечеринке, и допустим, вы продаете легковые машины. Вы познакомились с человеком на вечеринке, и они пришли к вам на блог. Но им и даром не нужна легковая машина, и они ее никогда у вас не купят. Но что происходит? Вы встретили его, он знает, чем вы занимаетесь. И вполне вероятно, что у этого человека есть знакомый, который как раз ищет подходящий грузовик для своего бизнеса. Угадайте, что произойдет. Он скажет, эй, постой, я тут был на вечеринке, и встретил очень классного человека. И у него как раз была дома, и на прошлой неделе он сказал, что торгует легковыми машинами. Я уверен, что он даст тебе хорошую скидку. Вы поняли идею? Но в чем вся разница? Что когда вы встречаете человека на вечеринке в реале, то тот человек, он может знать 50, 10, 20 человек, с кем он говорит на ежедневной основе. А вот все те люди, которые находятся на Твиттере, на Фейсбук, на Мой мир, на Мир тесен и так далее, они знают тысячи людей и даже сотни тысяч людей по всему миру. И если они узнают о вашей возможности, и пусть эта возможность им самим неинтересна, не нужно плевать этим людям в лицо. Будьте друзьями с этими людьми, помогайте людям, будьте доброжелательным человеком, поддерживающим, искренним. Пригласите их к себе домой, дайте им кучу подарков. Пирожок с капустой, рулет с повидлом, тортик с орешками, ням-ням. И это ваш контент, это ваши статьи на вашем блоге. То есть все вот эти подарки – это то, чем вы делитесь на своем блоге, ваш полезный контент. И это не обязательно должен быть материал про ваш бизнес. Если честно, на моем блоге вы не найдете информации о моем бизнесе. Вся информация, которой я делюсь, она с целью помочь другому. Мне не важно, в какой вы компании. Но если то, что я напишу, воодушевит вас и поможет вам в достижении ваших целей, то моя миссия, она выполнена. Конечно, супер, когда люди, они присоединяются. Они и так присоединятся, так как они видят, что вы уникальная личность, да, но это не изюминка. Изюминка в том, что делясь полезным материалом, вы еще больше начинаете нравиться людям. Ваш бренд, да-да, бренд, он начинает расти в геометрической прогрессии. Вы становитесь звездой в интернете, поэтому делитесь только с самой полезной информацией. И знаете, что у всех людей есть знакомые в тех же соцсетях, и среди них могут оказаться люди, которые ищут информацию про легковые машины или дополнительный заработок. И знаете, что произойдет? Так как вы такая милая и хорошая личность, так как вы не навязываете свой бизнес никому, а вместо этого делитесь супер качественной информацией, то те друзья, которые не присоединятся в жизни к вашему бизнесу, будут говорить о вас. И более того, они будут рекомендовать вас. Самые большие деньги, они зарабатываются в том месте, где вы можете затронуть огромное количество людей. Как затронуть, вы уже поняли. Вы должны стать интересным и профессионалом в своей области. И делиться, делиться, еще раз делиться с самым лучшим контентом, который вы только можете либо придумать, либо найти. И по законам этого мира, все, что вы отдаете, возвращается к вам в сотни, в тысячи раз. И поверьте мне, я испытываю этот закон ежедневно на себе. А теперь самая изюминка. Или мне вам ее не рассказывать? Думаю, вы уже поняли, что я за человек, поэтому никаких секретов. Смотрите, вы познакомились с человеком, вы пообщались, он побывал у вас дома, то есть на блоге, узнал, чем вы занимаетесь. И он вам, он сам еще не знает, чего он хочет. Тогда вы ему говорите. Вася, а Вась, давай я тебя занесу в свой список новостей. И ты периодически будешь получать новости обо мне и о том, что я делаю. И если ты созреешь и захочешь развивать бизнес в интернет, ты можешь присоединиться в любой момент, удобный для тебя момент. Да, у вас на блоге должна быть та самая форма подписки на вашу рассылку. Если у вас по сей день нет своей рассылки, то вы уже похоронили свой бизнес и вы просто об этом не знаете. Вот та самая система, что должен делать каждый, чтобы получить тонны трафика на свой блог. Теперь внимание. Написав статью на блог, она автоматом уйдет на Twitter и Facebook. Вы можете установить дополнительные плагины и соединить ваш блог с другими социальными сетями. Вам не нужно каждый раз бежать на Facebook и писать каждому лично, о, Маше, я написала новую статью, иди-ка почитай мне. Нет, мы не говорим об этом каждому. Вот вам конкретные шаги, что я делаю, и не глупите своим энтузиазмом, который может привести вас к забаненному аккаунту на Facebook. Делайте то же, и вы увидите свой результат. У меня за два месяца Facebook стал трафиком номер один. И уже третий месяц подряд он мне приносит новых партнеров в мой бизнес абсолютно без вложений. Поэтому то, что я вам здесь говорю, я знаю, что я говорю. Итак, мы открыли и настроили Facebook аккаунт, как мы и говорили в самом начале. Дальше. Мы определили целевую аудиторию и нашли друзей. Поначалу сколько у вас может быть друзей? Столько хватит, концентрируйтесь на них. Постепенно, каждый день добавляйте по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Кстати, Facebook не разрешает сразу добавлять много друзей, там есть ограничения. Если вы совсем новичок, возможно, уже после десятого приглашения он вам скажет, что вы торопитесь, убавьте темпы. То есть Facebook уже начинает за вами наблюдать, если вы получили такое сообщение. То же самое, если вы начнете много комментировать, Facebook может дать вам вот такое сообщение, что вы уже торопитесь, успокойте свои темпы. Поэтому 10-20 друзей в день этого хватает очень-очень много. И когда у вас уже перевалит за 300 друзей, то люди начнут активно присоединяться к вам. Особенно после того, как вы начнете писать интересные статьи. Окей, значит, второй пункт. Вы определили аудиторию, целевую аудиторию и нашли друзей. Дальше. Мы автоматизировали наш блог, связали его с Twitter и Facebook. Дальше. Вы пишете полезные статьи, которые автоматом появляются в вашем аккаунте. Не надо повторно ходить и кричать всему Facebook, что вы написали статью. Просто 24 часа спустя зайдите на свой блог и кликните кнопочку «Поделиться». Вот от Facebook Share будет вот эта кнопка «Поделиться». Кликните на нее, и ваша статья автоматом появится у вас в ленте новостей. Точно так же, как и у всех ваших друзей. И последний пункт – это комментируйте. До людей почему-то не доходит, что нужно комментировать. Как еще вы можете затронуть бесконечное число людей, если вы не комментируете статьи, заметки, статусы, фотографии, видео других людей? Помните историю с негативным человеком? Ведь именно его комментарии принесли мне тонны трафика за последующие три дня. Но не надо быть негативным. Будьте уникальным. Стремитесь быть уникальным. И неважно, если вы не знаете, как это сделать. Это не ваша проблема все знать, все сразу. Просто примите решение стать уникальным. Будьте всегда в поиске. И когда ученик готов, учитель всегда находится. Вы найдете новую информацию, изложите ее так, как никто другой не изложит. И вы затронете сотни и тысячи людей. Так что обучайтесь новым навыкам. Пишите об этом в своих статьях. Комментируйте. Присоединяйтесь к тематическим группам. Вот именно в тематические группы вы можете вставлять свои ссылки на свои статьи. Делитесь также своими мыслями и комментариями в тех же тематических группах. И не забывайте комментарии, комментарии, комментарии. Я на это пускаю очень большой акцент. Потому что мне благодаря комментариям, как вообще на блогах других людей, приходит очень большое количество трафика. Так и с Facebook особенно. Поэтому я надеюсь, я просто вжила вас вот это понятие комментарии. Еще очень важный момент. Делитесь с людьми не только своим материалом. А если вы увидели классную статью, либо видео, либо заметку в интернете, которая задела вас. И вы уверены, что эта информация, она будет полезна для других. Поделитесь этой статьей с другими, со своими друзьями. Но перед тем, как поделиться с друзьями, оставьте там свой комментарий. Это продвинет вас, словно вы знакомы лично с автором этой статьи. То есть это создаст картинку в голове человека, что там продвинутый человек знает какую-то полезную информацию. И вы с ним знакомы. Вы тоже как бы продвинутый человек, даете классную информацию. И что? Тогда надо с вами дружить. Еще насчет комментариев. Если кто-то прокомментировал ваш пост, либо статус, либо видео, либо статью, неважно, что угодно, вы увидели комментарий, который относится к вам, прокомментируйте обратно. Дайте в комментарии еще больше полезной информации. Знаете что? Раскрою вам секрет. Все люди на планете любят сплетни. И в 90% люди с большим интересом читают комментарии, чем саму статью. Поэтому не пишите спасибо классная статья, а пишите по теме, развивайте ее еще дальше. Делайте какие-то, давайте какие-то рекомендации и так далее. То есть чтобы как можно больше вызвать к себе интерес. Только не давайте, пожалуйста, в комментариях опять ссылки на ваш блог. Конечно, если вы напишите комментарий по теме, и у вас есть на вашем блоге тема похожей тематики, тогда это уже другой разговор. Но если там тема про личностный рост, а у вас блог про MLM, и вы как бы вставляете не в 5, не в 10 свою ссылку, то это просто загубит вашу репутацию. Поздравляйте людей с днем рождения. Создайте свою собственную какую-то открытку, либо видео, и поделитесь с этим с вашим другом. То есть будьте активны, но не нужно сидеть сутками в Facebook. 4 раза в день, 20 минут, 60 минут в сутки этого хватает по горло. 5. Создайте вот такие вот веб-минары, приглашайте своих друзей. Но для этого опять же не нужно каждого лично приглашать, так как в Facebook есть вкладка, которая называется «Мероприятие». Запомните раз и навсегда, чрезмерная активность на Facebook приведет к бану, то есть вас забанят. Будьте лидером, действуйте как лидер, и помните, успех он всегда на вашей стороне. Ну, а я рассказала вам все свои секреты, и хотела бы узнать, что-то из этого оказалось вам полезным. И если хотите, то сейчас самое время задать вопросы. Спасибо. Так. Ну, секундочку. Так, сейчас я попытаюсь сделать чат на весь экран. Так, 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 так. Как часто я пишу блог? Так, мои все сообщения уходят вверх. Давайте только, ребят, вопрос о благодарность потом напишите. Спасибо вам огромное, я рада, что вам понравилось. Значит, как часто я пишу на блог? Моя цель – писать на блог 2-3 раза в неделю. Но из-за того, что команда постоянно растет, и обучать партнеров надо, реально выходит только раз в неделю. Но рекомендация хотя бы 2-3 раза в неделю. Не чаще, чтобы не надоесть людям, и не реже, чтобы вас не забыли. Поэтому, как бы, лимит считается 2 раза в неделю. Вот. Ну, по ситуации выходит меньше. Окей. Повторите слайд с целевой аудитории. Не знаю, возможно ли это сейчас делать. Мне придется по новой загружать ее. Просто задайте себе вопрос, да, вот ваш бизнес, в каком бизнесе вы работаете. Задайте вопросы, что именно, какие сферы этот бизнес затрагивает. И у вас будут появляться ответы. Просто возьмите и опишите человека, да. Вот у меня есть такой продукт, кому этот продукт нужен, да. Если вы работаете, там, бизнес путешествиями, кому эти путешествия нужны. Если продукт здоровья, кому эти продукты здоровья могут быть нужны. Как бы описывайте человека. Пишите все сподряд. А потом вам будет ясно. О, далеко. Будет ясно, кто ваша целевая аудитория и кто нет. Насчет, откуда скачать вебинар, я пока что еще не знаю. Но как только будет запись, я надеюсь, что она будет, потому что сама я не могла записывать. Надеюсь, что кто-то из ребят записали. Как будет запись, мы сразу об этом объявим. Так, ссылки на плагины. Сейчас, секундочку. Ссылки на плагины вам не нужны. Вы просто зайдите к себе в WordPress аккаунт и нажмите, кликните плагины и введите прямо туда слово tweet.me.me. И у вас выйдет этот плагин и слово Facebook share. Наверное, со слайдами это... Долгая история. Вот, целевая аудитория. Посмотрите, я пока тут поищу вопросы. Так, наконец-то открылись глаза на соцсети. Я тоже, я очень рада, если до вас дошла та информация, что вот, особенно с этими ссылками, даже сегодня гуляя по Facebook, смотря, что люди делают, это, конечно, кошмар. Человек вроде поздравляет человека с днем рождения, а потом предлагает бизнес человеку. То есть это настолько большой абсурд. Поэтому вы просто поймите, что вы теряете уважение в лице другого человека. А на начальном этапе, в первые несколько месяцев, очень важно наладить вот именно вот эти доверительные отношения. И делясь полезным контентом, люди начинают вам доверять. Вы начинаете нравиться людям. И, поверьте, вы просто напишите одну статью, все кинутся ее читать. Когда люди... Вы нравитесь людям. А если вы постоянно даете ссылки... Опять этот чувак написал ссылку, да? То есть вы отталкиваете от себя. Поэтому, смотрите, запись она будет в любом случае. Просто где и когда, я еще не знаю. Так. Ссылка на плагины программы, которые связывают блог с соцсетями. Давайте я вам в чат просто напишу, как они пишутся. А вы их найдите либо в интернете, в поисковике. Вы просто введите названия этих плагинов в интернет, они сразу вам выйдут, причем на русском языке. Так что ссылок я, к сожалению, не подготовила, так как много очень. Но их найти не проблема. Так, так, так. Все, очень понравилось. Но не успела записать. Так. Да, у меня блог на WordPress, но ссылку я давать не буду, потому что здесь люди с разных компаний. Если вы хотите меня найти, то просто через поисковик ищите, найдете. Так, где можно скачать информацию о продукте? О каком продукте? Да, можно связать и нужно связать аккаунты Facebook и YouTube. Всякий раз, например, если вы опубликовали видео на YouTube, он автоматом появится у вас в ленте новостей. Также, например, вам понравилось какое-то видео мотивационное, например, да, либо, опять же, полезного контента. Вы просто нажимаете кнопочку «Нравится», это видео у вас появляется на вашей ленте новостей в Facebook, и люди начинают это активно комментировать. Если вы в этот момент напишите классный комментарий, то это, опять же, продвинет вас как эксперта. Так, где скачать этот вебинар? Еще не знаю, ребята. Вебинар можно будет где-то скачать, это озвучат позже. Так. Ну, я тоже, когда я открыла свой Facebook, я тоже вначале испробовала этот метод, то есть я пригласила всех сподряд. Вот, потом, недавно я решила повторить эту функцию, так как людей постоянно добавляется, и вот просто решила посмотреть, что там такое у меня творится на почте, и вот в итоге получилась такая ситуация. И, кстати, вот еще такое вижу часто, это тоже один из минусов, я считаю. Так как я знаю английский язык, ко мне очень активно добавляются люди англоязычные, да, особенно очень сильно активность проявляют люди с Турции. Но у них другие цели, они просто хотят со мной познакомиться, да. Но смотрите, что происходит. Люди начинают писать у меня на стене, мои друзья это видят. Один день это английский язык, другой день это русский язык, третий день там может еще какой-то язык. И это может образоваться каша. Поэтому, если вы работаете, например, с Рунетом, то желательно, наверное, не наверное, а остаться в одном русле, чтобы просто не размножаться. Но так как у меня уже друзей там отовсюду, просто удалить это будет, ну, неэтично. Поэтому вот на этот момент я тоже всего не вижу, что у других моих друзей в аккаунтах там есть люди другоязычные, ну, как сказать, которые говорят на других языках. И если вы говорите на том языке, ну, ладно. Если нет, тогда зачем вам добавлять таких людей в друзья? Подробно почитать про автоматизацию. Про автоматизацию в Facebook это, ну, в Facebook автоматизируете вы именно вот этот процесс благодаря плагинам. То есть вы автоматизируете Facebook и блог между собой. Благодаря плагину Tweet.me.me и Facebook.share. Есть социальные кнопки, вы тоже устанавливаете их себе на Facebook. И человек, почитав статью, например, кликает на кнопку там ВКонтакте, ваша статья уходит на ВКонтакт. Слайды записали. Так, как, на ваш взгляд, можно вести работу из США? Точно так же, как я веду из Англии. То есть интернет, неважно, где вы находитесь, в какой точке мира. Просто вы пишете полезный контент, вы дружите с людьми, вы комментируете, вы делитесь с людьми, вы нравитесь людям. И это дает вам отдачу, что в итоге они присоединяются к вам. Как попасть в популярные новости? В какие новости вы хотите попасть? Просто определите, что вам нравится. Вот ту сферу. Например, я очень люблю личностный рост. Для меня это все. И я определила для себя эту сферу. Почему я сегодня в сетевом маркетинге? Потому что это как раз та сфера, которая затрагивает личностный рост. Поэтому больше всего я пишу как бы о нем. Если вы в сетевом маркетинге и вас воодушевляет там какая-то сфера именно сетевого маркетинга, пишите ее. Так, я только что вышла, свободных мест не было. Будет ли запись? Надеюсь, что... Ну, запись будет, только где и когда, опять же, не знаем. Как быть, если в друзьях, как русскоговорящие, так и иностранцы? Если иноязычные, и вы с ними не общаетесь, и вы не знаете этих людей, то вы можете просто их удалить. Это без проблем. Если вы общаетесь на английском языке, либо на другом языке, и вы знаете тот язык, то, в принципе, вы уже их оставьте, потому что будет некрасиво их удалить. Так, скинь запись вебинара на форум сетевика. Обязательно мы скинем на форум сетевика. Так, у меня, к сожалению, улетело. Окей, значит, про автоматизацию Фейсбука. Если у вас блог на WordPress, установите себе плагин Tweet.me.me и Facebook Share. Этот плагин Tweet.me.me автоматически посылает вашу статью на Twitter. Потом вы идете на Facebook и устанавливаете приложение Twitter. То есть напишите в поисковике Facebook слово Twitter, и вам выйдет приложение Twitter. С помощью него вы свяжете ваш аккаунт Twitter и Facebook. И в итоге, когда вы написали статью у себя на блоге, она автоматом уйдет на Twitter и с Twitter придет на Facebook. Все ваши друзья будут это видеть. «Хочу пройти учебу полностью с АЗОВ, как это сделать». Ну, как делать? Практика. Задавайте вопросы. Практика. Всегда люди рады будут ответить вам. Чем мне нравится интернет, это тем, что если у вас какой-то появляется вопрос, вы его просто пишете, и люди всегда будут рады вам ответить. В том числе и я. Вот, полностью обучение. Это, наверное, не один день займет. Как же получать трафик? Ничего не понимаю. Смотрите. Вы пишете статью на ваш блог. Во-первых, вы выстраиваете правильное отношение с людьми. То есть вы не Дмитрий Руденков, я вам говорю. Вы создали ваш аккаунт, вы поставили правильную фотографию, вы написали о себе, вы поставили там свои ссылки. Вы нигде их больше не рекламируете. Потом вы пишете ежедневно, на Фейсбуке обновляется свой статус. То есть написали какую-то интересную мысль, либо поделились тем, что вам нравится, либо прочитали какую-то книгу, написали впечатление о ней. То есть вы начинаете как бы дружить с людьми. Потом смотрите, кто что пишет из ваших друзей. Если кто-то написал интересную мысль, вы комментируете ее, опять же, интересно. Что происходит? Люди будут видеть, что вы общаетесь, что вы активны, и тем самым они начнут проявлять интерес к вам. Когда они проявили интерес к вам, они кликнут на вашу фотографию, чтобы узнать, кто вы такой. А у вас всегда на вашем аккаунте будут ссылки, как на ваш блог, так и на ваш сайт с бизнес-предложением. То есть они могут кликнуть и туда, и туда. У меня как трафик идет на мою рассылку, так и трафик идет на блог одинаково. Это первое место у меня по трафику занимает. То есть вы делитесь информацией. Потом вы пишете статьи на блог, которые появляются у вас на аккаунте, на вашем Фейсбук-аккаунте. То есть люди идут, тогда читают ваши статьи, видят, что вы делитесь очень ценной информацией. Вы создаете свой бренд, и тем самым люди, они захотят присоединиться к вам. Как они к вам присоединятся? Они придут к вам либо на блог и подпишутся на вашу рассылку, либо они подпишутся на вашу рассылку прямо с Фейсбук. То есть опять все возвращается к тому, что вам надо развивать свой бренд, дружеские, доверительные отношения. На Фейсбук, в социальных сетях мы только делаем дружбу с людьми. Так. Вопросы убегают вверх, я половину не успеваю прочитать. Так. Чем конкретно я занимаюсь, вы можете узнать завтра в 8 часов по Москве в этой же комнате. Так. Google вам поможет, это точно. Вся ваша структура может вас дублицировать. Меня может дублицировать не только моя структура, а кто угодно, потому что эти принципы это то, что нужно сегодня делать каждому. Какие темы вы пишете в статье? В основном я затрагиваю тему личностного роста, потому что это моя любимая тема, это то, чем я живу. Зарегистрировалась и Фейсбук разослал приглашение людям, имеющим адреса. Что теперь делать? Я еще никакой информации не заносила. Ну, раз уже сделали, так сделали, что теперь поделаешь? Не расстраивайтесь, просто наблюдайте за своим аккаунтом, потому что, ну, если повезет, у вас там не будет негативных людей. Если не повезет, просто их потом удалите. Вот. Классно, даже люди через скайп слушали. Так, ну вот, уже есть записи вебинаров у людей, супер. Как узнать о записи? Ну, думаю, мы как-нибудь озвучим про нее. Глобально. Так, создать интерес, контент интересный вашей целевой аудитории. То есть, как создать? Или, а, это ответ, наверное, кому-то. Если пришли уведомления о дружбе, нужно к каждому зайти и написать что-то. Если вам пришли заявления о дружбе, я, в принципе, сейчас, честно говоря, не пишу. Но рекомендуется, потому что это вас сразу сближает с людьми. То есть, ну, пишите, опять же, ну, посмотрите аккаунт человека, чем он интересуется. Если там у вас похожие интересы, хобби, то вы можете, как бы, затронуть это. Можете просто написать, что вы рады знакомству. Вот. Где можно узнать о моих вебинарах? Кстати, это мой первый вебинар. Такой глобальный. Вот. Есть запись, но не знаю, где разместить, чтобы другие могли посмотреть. Я думаю, ну, не знаю, мы обсудим это с лидерами, потому что сейчас здесь давать ссылки это будет некорректно. Мы обсудим это с лидерами и выясним, куда мы поместим запись вебинара, чтобы это было доступно абсолютно для всех. А потом вы найдете эти ссылки у тех же лидеров на том же Facebook аккаунте, либо на блогах. Хорошо, спасибо, кто записал в школу. Огромное спасибо. Так, YouTube с Facebook можно связать и нужно связать. Так. Про автоматизацию уже, по-моему, пару раз повторила. Не хочу возвращаться. Так. Да, все гениально просто. Чем конкретно я занимаюсь, вы можете узнать завтра в этой комнате в 20.00 по Москве. Зал не случайно сначала не могла присоединиться. Окей. Но эта комната рассчитана на 500 человек, а было намного больше, по-моему. Так что поэтому многие люди вылетали. Так, запись будет. Так. Так, еще раз повторюсь. Как быть, если в друзьях русскоговорящие, так и иностранцы. Если те люди, иностранцы, с которыми вы не общаетесь, вы их не знаете, вы можете спокойно их удалить. Если вы общаетесь с ними, то общайтесь и дальше. Если бизнес... Ну, у меня тоже международный бизнес, но я вам скажу сразу, что если вы сконцентрированы на пяти вещах сразу, у вас начнется такая головоломка, например, я знаю английский в совершенстве, да, то есть я воспитываю свою дочь на английском языке, она у меня на русском почти не горит, но я не трогаю буржуазию. Потому что, во-первых, это очень дорого, потому что реклама там нереально дорого стоит. Во-вторых, когда вы сконцентрированы на одной сфере, то есть в одном направлении вы идете, это намного проще. И, во-вторых, рунет – это пустой рынок, поверьте мне. Поэтому зачем прыгать с места на место? Сконцентрируйтесь на одном, добейтесь результата, сногсшибательного результата в одной сфере, потом переходите уже на другую как дополнение. Когда можно давать предложение о бизнесе? И после того, как человек был на вашем блоге, и вы уже с ним пообщались, то есть, во-первых, у вас, когда человек пришел к вам на блог, там всегда есть форма подписки. Если ваша форма подписки не про бизнес, да, то вы можете сделать отдельную вкладку на вашей странице, то есть отдельную страницу на вашем блоге, которая называется «Сотрудничать», например, либо делать бизнес, там, кто задал вопрос, с Кириллом, да, и в этом случае человек всегда может увидеть, да, строить бизнес, отдельную вкладку. Он кликнет туда и может подписаться на вашу рассылку. Либо в этой вкладке отдельно вы можете рассказать, как вы зарабатываете себе на жизнь. Но не надо прямо кричать об этом. То есть это должно быть как дополнение к вашему блогу, либо это просто на первой, на главной странице форма подписка на ваш блог, где вы просто заглавливаете ее. Либо если человек выходит с вами на контакт и пишет, что вам очень понравилось то, о чем вы пишете, вы можете ему рассказать, что вы занимаетесь таким бизнесом. Но лучше всего это делать через форму подписки. Нужно ли добавлять друзей из команды? Обязательно. Потому что, смотрите, вы же общаетесь не только с друзьями из вашей команды. Вы затрагиваете их друзей и друзей их друзей. То есть выходит огромнейшая сеть, кого вы затрагиваете. Поэтому стоит. Смотрите, когда приходит вам уведомление о принятии дружбы, первое, на что я обращаю, это имя человека. Если человек, имя, фамилия написано на русском языке, то я его добавляю даже особо несмотря на его профайл. Если написано английскими буквами, либо вообще там на турецком языке, то я открою их профайл и посмотрю. Если в этот момент его профайл, там информация закрыта, то есть я даже не могу видеть, с какой стороны этот человек, я откажу в дружбе. Потому что очень-очень много каждый день ко мне присоединяются, например, люди с Турции. Вот. И может быть они даже и русские, и целевая аудитория, но так как у меня были случаи, что это люди просто, которые хотели общаться, я их не принимаю в друзья. Поэтому смотрите, если имя, фамилия написано на русском языке, то принимайте. Если на английском, то посмотрите профайл. Так, 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 так. Для автоматизации нужен YouTube-плагин или нет? Нет, вы прямо на YouTube. Если у вас есть свой аккаунт на YouTube, ваш личный аккаунт, там есть просто кнопка «Соединить аккаунты». И все, вы на нее кликаете, и не автоматом соединяется. Так, у меня как раз обратная история. Я все выжидаю в битве уже поздно и не в попад, когда предлагаю свой бизнес. Что-то я не поняла. Выжидать не надо. Понимаете, в соцсетях бизнес предлагать – это гиблое дело. Вы должны там общаться с людьми. Чем больше вы общаетесь с людьми, тем больше это придаст вам ценности, интереса. И люди, они придут к вам на блог, а на блоге уже они познакомятся с вашим бизнес-предложением. Вспомните последний слайд. Так, какие темы я пишу, кстати, я уже сказала. Я пишу про личностный рост в основном, либо MLM-индустрию через интернет. Ссылку на свой блог не дам, потому что здесь люди с разных сетевых компаний – это неэтично. Найдите меня через поисковик. Как создать блог – это уже отдельная тема. Либо найдите, опять же, информацию в поисковике. Информации будет много. Да, когда ученик готов, учитель всегда находится. Поверьте мне. Статус обновляется ежедневно. Да, ежедневно, где-то 4 раза в день. Куда зайти, чтобы создать свой блог? Ну, вы можете, у вас несколько методов. Если вы хотите иметь свой собственный блог, я имею в виду, выкупить свой домин, например, евгениябобракова.ру.ком. Вам нужен хостинг, вам нужен домин для этого. Либо вы можете открыть бесплатный блог на blogspot.com, это от гугла, либо от тот же wordpress.org. И открыть блог. То есть сегодня блог можно вообще везде открыть. На Мир Тиссин, на сетевики БИС, то есть где угодно. Так, подскажите, стоит ли делать новую страницу или лучше развить существующую? В принципе, страницу или аккаунт. Есть два вида. Есть аккаунт, это когда вы регистрируетесь, вы сразу получаете свой аккаунт. Это то, куда вы приглашаете всех друзей через почту, через скайп и так далее. Развивайте этот аккаунт, потому что это вы развиваете себя. А уже если вы создаете отдельную страницу, то это больше как-то там по бизнесу может быть, по каким-то продуктам. Можете иметь и то, и другое. Но если вы имеете в виду этот аккаунт, то оставьте его так, как есть. Просто, может, вставьте правильную фотографию, правильные ссылки и свяжитесь с Твиттером. Название плагинов Твитмими и Фейсбук Щер. Человек, который предлагает, только что подключился к вам в друзья и предлагает бизнес, так ему и напишите, что дорогой там товарищ, спасибо за ваше приглашение, но я вижу, что вы не профессионал, потому что профессионалы бизнес сразу не предлагают. Вначале надо познакомиться, узнать, кто я такой, и интересует ли меня ваше бизнес-предложение, уже потом предлагать. Просто ставьте человека на место сразу. Спасибо, что написали название плагина. Да, в Фейсбуке можно тоже, по-моему, не кнопочка спам, а просто когда удаляется, можно пожаловаться на человека. Но я этого не делаю, потому что я знаю, что человек делает это от незнания, поэтому банить его, конечно, не хочется. Я просто обычно пишу человеку, что меня это не интересует, и такого рода сообщения мне больше не присылать. А, для владельцев группы есть, окей. А можно ли разместить запись вебинара на своем блоге? Да, конечно, можно. Дайте, пожалуйста, ссылочку на мой блог. Ищите меня в поисковике. Can you on the light for me, please? On the light. I'll be ten minutes, I'm finished. Окей, ten minutes. Окей, я общаюсь с Mail.ru. Зачем мне Facebook? Потому что Facebook сегодня, если вы были в начале, в начале самого вебинара, то я показывала, что Facebook сегодня занимает второе место в мировом интернете. И большая часть трафика идет именно с Facebook. А Mail.ru там вообще кошмар сплошной. Ни ссылки проходят, ни там общаться нормально можно. Инна, вы могли бы загрузить слайды конференции куда-то для скачивания? Как только я получу запись этого вебинара, я ее где-нибудь опубликую, и она будет доступна для всех. Так, как много вопросов. Так, завтра у вас сколько? Завтра будет презентация бизнеса в 20.00 по Москве в этой же самой комнате. Найдите меня в Skype. Завтра будет ссылка на скачивание. Сколько? Так, запись. О, так, у меня чат пропал. Ладно, ребят, мы уже... Ого, уже 6.30. Так, уже мы конкретно перевалили. Спасибо вам огромное за то, что вы были здесь. Давайте на этом тогда заканчивать. И... Так, и до встречи тогда скоро. Как только будут известны данные про запись, мы обязательно вам всем сообщим. Спасибо вам огромное, ребята. Всем хорошего. Продолжение следует...